80 лет назад житель деревни Горки, это деревня, которая совсем рядышком, совершил подвиг и получил звание Героя Советского Союза посмертно. В непривычном для себя амплуа учителя истории на этом уроке мужества, прошедшем в Калиновской школе, выступила Светлана Литвинова, возглавляющая территориальный отдел Горки Ленинские. Тема урока – жизнь и подвиг уроженца деревни Горки Павла Михайловича Полковникова, а помог ей в этом заместитель Сергей Губанцев, который является родственником героя. На второй день после начала войны он ушел на фронт, был направлен на курсы младших лейтенантов. В июле 1942 года он был направлен в 178-ю танковую дивизию. Павел Полковников родился в деревне Горки в 1912 году, а шагнул в вечность недалеко от города Солидар Донецкой области, где ему с группой из 39 красноармейцев поручили прикрывать перегруппировку частей 178-й танковой бригады. Звание Героя Советского Союза Павлу Михайловичу посмертно было присвоено 17 апреля 1943 года. Мы, конечно, очень эмоционально передаем вот это нашим детям. Это мы придумали в терротделе Сергея Борисовича, вот он является потомком героя. И поэтому мы сочли своим долгом сейчас, в 80-летию подвига Полковникова, рассказать об этом детям во всех школах, которые на нашей территории находятся. Организаторы урока «Мужество» постарались максимально разнообразить подачу материала и делать небольшие перерывы, во время которых исполнялись песни патриотической тематики. Особая ценность мероприятия заключалась в том, что ребятам показали уникальные документы, письма и фотографии, которые бережно хранят в семье героя. А Сергей Губанцев не раз бывал на месте боев и поделился своими впечатлениями. Самый первый, кто туда съездил в Солидар, это был как раз мой крестный и жена Павла Михайловича. Они были в Солидаре, их пригласили на открытие обелиска. А потом уже, да, это перешло ко мне, я стал ездить туда. Да, было бы доброй традицией 9 мая, именно встречать 9 мая там. Учебное заведение в Калиновке в настоящий момент является филиалом Виновской школы номер 11. Стоит отметить, что руководство учреждения постоянно работает над тем, чтобы школьники принимали активное участие в различных патриотических мероприятиях. Сегодня состоялась акция «Письмо солдату». И также мы в гуманитарную помощь акцию проводим, сбор помощи военнослужащим, для того, чтобы их поддержать морально и духовно. Это очень важно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.